всем привет время осеннее потихоньку переходит к зиме решил я показать вам как я делаю картофельные клетки начнем для рецепта мне понадобится соль яичный желток 30 грамм сливочного масла мускатный орех 100 граммов кукурузного крахмала сам картофель я картофель буду не отваривать я картофель сделаю под паром вы можете картофель отварить но не забудьте после того как вы слили воду дать картофелю избавиться от лишней влаги то есть оставьте его открыть сорт картофеля я взял богатый крахмалом которые при приготовлении хорошо разваривается отправляю на плиту да если у вас нет такого агрегата как у меня можно воспользоваться просто толкушкой прошло полчаса картофель мы приготовился чуть масло я сразу отправляю в чашку и картофель пока он еще теплый я пропускаю через картофель и преску так сразу добавляем мускат присаливаю буквально 3 грамма соли или по вкусу и перемешиваю и даю массе полностью остыть моя картофельная масса остыла я вливаю сюда желток и просеиваю кукурузный крахмал и все тщательно перемешиваю масса готова и теперь приступаю к формированию клеток мне понадобится немного холодной воды чтоб я смачивал руки и мог формировать клетки какого они должны быть размера вы решаете сами клетки готовы и отправляю их в холодильник так наши сформированные клетки мы начинаем отваривать воду я уже подсолил она у меня кипит и я ее немного затяну крахмалом то есть крахмал я разбавил холодной воде и слегонца воду загущу делаю я это для того чтобы мои клетки оставались стабильными чтобы они не не развалились а у меня можно конечно делать и без этого но на всякий случай как говорится кто предупрежден тот вооружен дам крахмалу слегка вскипеть густота примерно вот такая жиже чем кисель не отваривайте клетки одновременно в большом количестве вот у меня буквально 6 штук для этой кастрюльки как хватит их как раз вода закипела я опускаю клетки и убавляя температуру кипеть они у меня больше не должны температура воды примерно должна быть между 97 и 99 градусами и оставляю клетки на 20 минут я надеюсь что камера пока развода обратите внимание как вода должна себя вести то есть она не должна особо кипеть ну и находиться спокойном состоянии она тоже не должна 20 прошли клетки мои готовы один я разломлю чтобы вам показать вот такие вот они мягкие получились и очень вкусные если вам понравилось это видео оставляйте ваши комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч